Всем привет! Это канал про обзоры и с вами, как всегда, неизменный ведущий его роман. Сегодня я хочу поговорить о том, чем является моя группа ВКонтакте 1С Шпаргалка. Некоторые из моих зрителей, слушателей или просто гостей слишком буквально воспринимают название и начинают искать в моей группе шпаргалки. Да, действительно, я использую хэштег шпора 1С, используя который я пишу небольшие статейки о каких-то примерах из моей практики. Выкладываю листинги с кодом, но это не шпаргалки для решения каких-то учебных задачек. То есть для вас, возможно, практические ценности, если вы хотите что-то слезать, не хотите самостоятельно думать, ценности в этих моих статьях никакой. Не знаю, поверите вы мне или нет, но ни YouTube, ни группа ВКонтакте не принесли мне ни одного рубля, ни одной копейки. Изначально YouTube вообще позиционировался как площадка для творчества, для самовыражения. Когда я увидел, сколько на YouTube, извините, говна, я подумал, что хочу сделать, ну как сделать, громко сказано, хочу сделать полезный канал, который будет приносить пользу людям. Людям, не мне. То есть я не собираюсь чем-то торговать там. Поэтому я не раскручиваю свой канал, не клянчу донаты. Но тем не менее, ко мне приходят и думают, что я сейчас брошусь и начну людям решать их какие-то вопросы, помогать готовиться к экзаменам, помогать реализовывать их проекты. Да, попадаются и такие люди. Я такой же человек, как и вы. У меня не на всё хватает время. А в сутках, к сожалению, всего 24 часа и не минуты больше. Я бы, конечно, рад помочь всему миру, но это не значит, что я буду всё делать за вас. А существуют ли шпаргалки для типовых конфигураций? То есть есть шпаргалки по бухгалтерии, да? А вот есть ли шпаргалки по 1С бухгалтерии предприятия, или по 1С бухгалтерии государственного учреждения? Таких шпаргалок нет. Компьютерная программа, в частности конфигурация 1С, это довольно-таки сложный продукт. К нему поставляется документация, где описывается всё без теоретической части, как работать с данным программным продуктом. Кроме того, у 1С есть демо-версия базы, находящаяся в облаке. Очень просто загуглить всё это дело. Кроме того, продаётся учебная версия бухгалтерии предприятия. Стоит она, по-моему, 300 рублей. И я это произнёс не потому, что я рекламирую и говорю вам, что вы должны это купить, да? Некоторые подумают, что это реклама такая. Нет, ни в коем случае, призываю вас от этих параноиков, ни в коем случае не покупать то, о чём я говорю. Ни в коем случае. Видите, как торгаша я себя только что похоронил. Вот, кроме того, сейчас все современные конфигурации на платформе 1С используют интерфейс такси. Также было бы неплохо вам его изучить. Если вы изучите интерфейс на примере какой-нибудь конфигурации одной, вы будете разбираться в интерфейсе также и любой другой конфигурации, использующей интерфейс такси. Иногда я выпускаю какие-то видеоролики на тему, что будет, если нажать эту кнопочку там, что будет, если написать такую строчку кода. Но у меня нет ответов на все ваши вопросы. Нет и не будет никогда. Мне придётся положить всю жизнь свою, чтобы вам документацию по типовым конфигурациям разбирать на коротенькие шпаргалки. Вопрос в другом. Вопрос не в том, какой я нехороший и не хочу вам помогать. Вопрос в другом. Как вы в дальнейшем собираетесь работать, если вы ищете готовые ответы на все вопросы? Друзья мои, учитесь самостоятельности, ответственности. Если вы изучаете 1С, значит вы планируете связать с ней свою жизнь. Мы на работе проводим по 8 часов в сутки, 5 дней в неделю. И рядом не будет человека, который будет говорить, вот нажми вот на эту кнопочку, а здесь сделай так, а здесь сделай этак. Если вы рассчитываете на это, что вам постоянно кто-то будет что-то делать за вас, успеха вы не достигнете. Поэтому учитесь учиться, учитесь быть самостоятельными. И если вдруг в какой-то группе вы не нашли то, на что рассчитывали, это не повод обижаться и начинать оскорблять автора группы, автора канала. Совсем не повод. Вот, а на сегодня у меня все. Всем пока. Услышимся.